Большой, очень рад. Сейчас нас смотрят 3000 человек, очень приятно. Всем добрый вечер. Вчера был большой православный праздник, Пасха. Всех поздравляю. Кто имеет отношения, кто не имеет, все равно. Большой праздник, надо всех друг друга поздравлять. Значит, давайте по порядку. У нас за эти два дня наш ролик про отмену патента набрал миллион просмотров. Это очень приятно. Говорит о том, что мы делаем большое, важное, нужное дело. Что, соответственно, вы нас смотрите. И мы стараемся помочь, чем можем. Появилось достаточно много критики. Мне сегодня звонил ряд людей, особенно это касается граждан Узбекистана, из регионов, с вопросами, что Усман Баратов там что-то наговорил. И, соответственно, возник вопрос. Давайте мы сделаем по порядку. Я вам сейчас просто с самого начала объясню сам принцип, как вообще мы работаем. Потом уже будем говорить про всех людей, которые так или иначе пытаются к этой работе приклеиться. Значит, смотрите. Первое. Артем, дай, пожалуйста, камеру. Я вам сейчас буду показывать экран с документами, чтобы вы его смотрели. Вот смотрите. Вот наше видео. Вот наше видео, которое миллион просмотров набрало. Вот смотрите. Мы его опубликовали. Опубликовали мы его. Вот видно, да? 10.44. Вот показываю. 18 апреля. Видео длиной 10 минут. Вы все это знаете. Вот смотрите. Сайт президента Российской Федерации. Кремлин.ру. Вот указ. Он опубликован 10.40. Да? Вот как вы думаете, мы за 4 минуты могли видео снять или что-то сделать? Ну, конечно же, нет. Смысл в том, что это была работа давно подготовлена. На предыдущем эфире я говорил, что будет указ, ждите. За неделю говорил. Теперь, что касается документа. Вот документ. Его Боратову никогда не покажут. Вот. Соответственно, это документ для служебного пользования. И здесь написано. Вот. В обозначенный период, вот с 15 марта по 15 июня, обращаться для продления сроков действия разрешений на работу и патентов, а также производить оплату авансового платежа по налогу на доходы физических лиц, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента, не требуется. Вот. Самое главное. Сейчас Артем камеру назад поставит. Мы с вами дальше поговорим. Вот смотрите. Самый большой момент, самый основной, который касается нашей работы, что мы никогда ничего не говорим, пока мы в этом не уверены. Мы Федерация иммигрантов, главная организация. Когда я только пришел работать в Федерацию, это было в 11-м году, я пришел на должность руководителя Комитета культуры. Мы делали большой наврус, делали другие праздники, индийские праздники, разные, разные, разные. И уже тогда вокруг Федерации крутилось много балаболов, которые пытались что-то там, я, я, там, шашками махать. Потом меня избрали. Кто-то там пытался мешать выборам, там индусы какие-то приходили, там мы тут главные, всех выгнали. Прошел съезд, меня выбрали. Тут же прибежали еще. Прибежал Карамат Шарипов, многие из вас его знают, да, который потом драки устраивал с полицией. Бардак на рынке, его сейчас депортировали пожизненно, и слава богу. Таких должно быть здесь поменьше. Потом там еще бегали ребята. Не буду всех называть, все провокаторы сами себя знают. И каждого мы тоже знаем и помним. И вот сейчас у нас появился следующий клоун, это вот Усман Баратов. Он, соответственно, говорит, что мы тут наврали, тут наврали. Если мы где-то наврали, то я рекомендую сделать следующее. Вот я вам показал все документы, да. И люди, которые послушали Усмана Баратова и заплатили за патент. Вот субботу, воскресенье, да. Я предлагаю Усману вернуть им деньги. Это будет, мне кажется, честно. Потому что люди заплатили по большому счету зря. Это то, что вот точно могу сказать. Вот документы все показал. Теперь давайте дальше к вопросам, соответственно, которые вы задавали. Первое. Надо ли платить патент? Таких вопросов, наверное, ну я не знаю, какое было количество. Вот я вам сейчас все показал. Его платить не надо до 15-го числа. До 15-го июня. Но здесь важный момент, да. Я сейчас его спокойно расскажу. Это касается как вас, так и работодателей. Если работодатели нас сейчас слушают, я тоже подробно объясню. До 15-го июля вам всем сделали приостановку документов. И вы можете работать где хотите. Патент не надо оформлять. Патент не надо платить. Но 16-го июня вы должны быть полностью законными, чтобы избежать, соответственно, всех проблем с законодательством, нарушений, последующей депортации. То есть, если вы сейчас, ну условно, у вас какой-то там московский, например, патент или там, не знаю, воронежский. Вы едете, допустим, в Волгоград работать. Вы можете спокойно работать. Но где-то в конце мая, в июне, вам уже надо задуматься. Вам нужно пойти сделать регистрацию. То есть, если правильно говорить, встать на миграционный учет. Пойти сделать патент. У нас же все органы, которые дают патенты, они работают. Нет никакой приостановки. Вот. Соответственно, вы делаете патент. И до 15-го июня вы должны его оплатить, чтобы конец июня и июля вы были законны. И дальше, как положено, каждый месяц вы его оплачиваете. То есть, тут важный момент, чтобы вы не расслабились. Это не значит, что до 15-го июня вы сейчас что хотите, делаете. А 15-го июня только начинаете заниматься. Вы должны так, грубо говоря, выстроить свою жизнь, спланировать, чтобы 16-го июня вы были с патентом, со всеми документами, с трудовым договором. Работали у того работодателя, которого вы за эти два месяца найдете. Это же касается и работодателей. Сегодня некое сообщество работодателей обращалось к нам с вопросом, что нам делать с мигрантами, которых мы сейчас возьмем на работу без патентов. Ваша задача объяснить им, покажите это видео, покажите этот эфир, что до 15-го июня, если уж тем более у вас хорошие работники, вы с ними подружились, вас устраивает, как они работают. Вы их устраиваете как работодатель, вы им вовремя платите, вы их не обманываете, у вас все хорошо. Тогда вы посодействуете им, помогите им встать на миграционный учет, и после, соответственно, как вы встанете на миграционный учет, вы вместе с ними тогда... Ой, сейчас кто-то мне звонит, сейчас я сброшу. Вот. И, соответственно, уже вместе с ними тогда, как вот вы поможете им встать на миграционный учет, также помогите, отвезите их в миграционный, соответственно, центр, где делают патент, и пусть они сделают патент, чтобы на 16 июня все документы и с вашей стороны, как работодателя, и с их стороны, как работника, были в порядке. Это важный момент. Следующий вопрос, который тоже очень популярен, его очень много раз задавали. Что будет с теми деньгами, которые вы сейчас заплатили за патент, вот в период с 15 марта по 18 апреля, вот когда вышло уже наше видео? На данный момент ни у кого нет ответа на этот вопрос. Я слышал уже многие какие-то юристы, там какие-то адвокаты говорят, не переживайте, вам все зачтут, там передвинут и так далее. Такой информации нет. Ее нет ни у кого. Решение не принято. Мы сейчас на эту тему ведем работу, но так же, как я уже говорил, мы заранее вот это ля-ля не говорим. На прошлом эфире я сказал, будет указ. Прошла неделя, указ получился. Сейчас мы говорим, мы работаем над этим вопросом. Там разные мнения у людей, и конкретики пока нету, ну объективно. Как только она будет, я скажу. Если это будет перезачет, одно. Возможно, перезачета не будет. То есть тут пока непонятно. То же самое касается людей, которые спрашивают по поводу визы. То есть, например, человек заехал, ну условно, 1 марта. У него срок визы был 30 дней. И он говорит, я получается могу теперь там до конца июня быть. Нет, не в этом дело. Смотрите. У вас до 15 июня льготный период. Вы можете без проблем выехать. Это касается точно так же и безвизовых стран. Там все наши основные вот ребята, да, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. То есть, вот вы приехали в Россию. Вот у вас пошел льготный период, да, с 15 марта по 15 июня. Я очень надеюсь, что все-таки там где-нибудь в мае авиасообщение откроется, самолеты полетят. И, соответственно, уже вы можете спокойно уехать. То есть, до 15 июня вам, чтобы уехать, ничего делать не надо, билет покупайте, уезжайте. Не надо ничего продлевать, не надо ничего оформлять. Просто спокойно как бы поедете домой. А вот если вы хотите остаться, уже тогда нужно идти и продлеваться. Все органы УВМ работают. Сейчас вот и в Москве более-менее уже запустилось в районах. Там по предварительной записи уже идет работа, уже продляют регистрации. Все это потихонечку есть. Сейчас, я думаю, еще немножко вот ограничительные меры будут снимать, упрощать. Будет проще все продлиться. И, опять же, возвращаясь к тем, у кого виза. То есть, если у вас была какая-то каткосрочная виза, до 15 июня вы спокойно, когда уже авиасообщение откроют, улетаете домой, никто вас дергать не будет. А вот если вы хотите остаться после 15, вам нужно будет продляться. Как продляться? Пока, опять же, никто не знает. Я специально говорил с руководителем по визам прямо перед эфиром за 15 минут. Мы выясним и обязательно скажем. Может быть, в следующем эфире через недельку, может быть, через две недели. В любом случае, сейчас не нервничайте. Не звоните управлением вопросов миграции. Не дергайте их. То есть, как только будет информация, поверьте, я сразу вам расскажу максимально подробно, понятно. Так, чтобы не было каких-то там недомолок и так далее. То есть, это вот что касается самых основных вопросов, которые сейчас есть у нас, которые поступили в колл-центр. Мы обработали с начала апреля 10 тысяч обращений. Вы вдумайтесь. Порядка 5 тысяч звонков приняли наши операторы. Порядка 5 тысяч мы ответили директ, мы ответили личные сообщения в соцсетях, мы ответили комментарии на ютубе. Да, понятно, не все, но их такое количество. Ну, вы видели. За два дня 10 тысяч комментариев. Их только прочитать надо, сколько сил. А еще же на них надо ответить. Вот. Это самые основные вещи, которые я хотел сказать. Теперь следующий момент. Также очень много информации, особенно с регионов, что люди звонят в управление по вопросам миграции. Говорят, вот Вадим Викторович сказал, отменили оплату патента. Им говорят, мы ничего не знаем. Вот я сейчас обращаюсь к сотрудникам управления по вопросам миграции. Я понимаю, что информацию доводят не всегда быстро. Ну, это жизнь. Так бывает. Я вам сейчас скажу номер распоряжения по СЭДу, чтобы вы могли его посмотреть и на него всегда ссылаться. 1-4333 от 18 апреля. Найдите, пожалуйста, у себя в СЭДе этот документ. И уже как бы в рамках этого документа... Опять кто-то мне звонит, прошу прощения. Вот. И уже, соответственно, этот документ, о котором вот я говорю, уже, соответственно, его изучите. Вот я в самом начале кусочек из него показывал. Им руководствуйтесь. Это специально методически... Он называется методическим указанием по разъяснению указа президента. Так, 18 апреля, номер 274. Продолжение следует...